Чё как, с вами Камрад, и небольшой новостной блог про анимацию. Несмотря на сливы серии до окончательного релиза, 19 января официально вышел Отель Хасбин, главный проект Вильвен Миндрана за последние пять лет, с момента выхода получасового пилота на её канале. Анимация этого эпизода породила наиогромнейшую фанатскую базу, пополняя компанию тех ребят, кто следил за её творчеством ещё с 2012 года. Спин-офф «Адский босс», чьи события разворачиваются с другими персонажами в этой же вселенной. И, наконец, само продолжение. История о создании отеля для перевоспитания грешников в преисподней с последующей отправкой в рай, гуманно решив типсамовый вопрос о перенаселении, вместо ожидания зачистки ангелами, имеет право на своё существование, зрительский интерес и вполне хорошую реализацию. После объявления сборов на Патреон, на сам проект внимание обратили многие крупные студии, желая получить лакомый кусочек и выгоду от такого потенциального проекта. Ну что ж, после того, как отель «Хазбин» со всеми его ответвлениями для трансляции ПТВ ушла студии А24, сохранялся пост режиссёра сериала «Замедрана», долгого ожидания и прочих новостей, гостиница всё же увидела свет в том же формате, распластав своё тело на 8 серий, не считая вышеупомянутого пилота. «Какие у меня впечатления?» — спросите вы. Ну, честно, не фанат такого. Но свой зритель найдётся. Пилотный эпизод был сделан лучше, как и серии «Адского босса», стартовавшего месяц спустя. А если брать ещё и вышедшие тизеры и трейлеры, то покажется, что анимация слегка отдаёт дешевизной и в некоторых местах дёргается. Невооружённым глазом можно также заметить стилистические упрощения. Но это не точно, и я могу ошибаться насчёт этого. Серии для русского зрителя в основном записывает CyberCat Studio и остальные коллективы. Даже Сейн Дукс с нёрдцами из студии NDR в будущем сделают полноценный дубляж всех серий, так как в своём телеграм-канале Дима оставил ссылку на сборы. Что ж, поживём — увидим. А какой я проект очень сильно жду, так это Лакадейзи, чей 27-минутный короткий метр по комиксу Трейси Баттлер вышел в прошлом году с объявлением о старте краундфандинга на потенциальное продолжение. Результат сборов в августе 23-го года перевалил более чем за 2 миллиона долларов, ознаменовав выход веб-сериала на 5 эпизодов, плюс трёх дополнительных мини-серий и мерч, состоящий не только из пин-значков и игрушек, но и книг с иллюстрациями и печатных версий самих комиксов. Кто-нибудь, пожалуйста, подарите мне Пеппер или Веснушку. Судя по всему, в грядущем сериале, исходя из одного тизера, нас ждёт предыстория Рокки и самих владельцев Спикизи до событий комикса и пилота в принципе. И, наконец, последняя новость. Как там сейчас поживает верный хвост? К сожалению, чёрная полоса невезения всё никак не может кончиться. За два года с момента последних новостей в их социальных сетях и окончания сборов денег на Кикстартере, вести не поступало, а начавшаяся забастовка сценаристов взяла и сорвала повторное совещание на студии Nickelodeon, заставив начальство студии временно забыть о самом сериале и решить далее возникшую из этого события проблему. В декабре Закарий Рич, пережив операцию, снова вернулся к преподаванию. Всё в том же колледже искусств и дизайна Саванны. Остаётся надеяться, что Скрипник и Рич, возможно, смогут продать проект какой-нибудь другой студии ради последующего продвижения и выпуска серии для телевидения или стриминга. Рассчитывать на то, что Верный Хвост выйдет в этом году, уж точно не стоит. Как показало время, все предыдущие потенциальные даты выхода проекта, намеченные ещё в 2020 году и далее, давно прошли. Будет очень обидно, если Верный Хвост не разморозится в ближайшее время, или, что ещё хуже, вообще будет отменён. А на сегодня у меня это всё. С вами был Камарат Эль Бабучо. Все необходимые ссылки я оставил в описании. Вот такие дела. Не скучайте!